Продолжим информационный час. Смотрите сегодня в выпуске. Суд огласил приговор экс-министру здравоохранения. Подробности громкого судебного процесса смотрите в этом выпуске. В октябре задержали девятерых подозреваемых в двойном убийстве. Детали полицейской операции через несколько минут. Вандалы срезали чугунные оградки с десяти могил в Талдыкургане. Кто они, не дающие покоя мертвецам? Ответ на этот вопрос попытался выяснить я, Дамир Анитов. Ни тепла, ни света, ни воды. Жители одной из новостроек Петропавловска жалуются на отсутствие коммунальных благ. В чем причина? О жилищном споре в материале нашего корреспондента. Ельжана Абертанова приговорили к пяти годам ограничения свободы за злоупотребление властью. Его бывшему заместителю Олжасу Абишеву назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года. Сегодня в столичном суде состоялось соглашение приговора. При этом с решением суда бывший глава Минздрава не согласен. Подробности громкого судебного дела в материале Миры Альжановой. Экс-главу Минздрава и его заместителя Олжаса Абишева еще два года назад обвинили злоупотребление должностными полномочиями при приемке и вводе в эксплуатацию нерабочей платформы ведомства. Судебное разбирательство по делу Ельжана Абертанова началось в мае этого года. После долгих судебных тяжб сегодня состоялось оглашение приговора. Я ожидаю только оправдания для себя и для Олжаса Абишева. Мы свою позицию в полном объеме раскрыли, поэтому мы ее придерживаемся. Так что верим, что решение суда будет законным. В первую очередь, поскольку мы доказывали и доказываем, что мы никакого преступления не совершали, уголовного, тем более коррупционного. Поддержать Лежана Бертанова и Олжаса Абишева пришли родные и близкие. И они восторженно отреагировали на новость о том, что его оправдали по эпизоду санавиации. Суд приговорил Бертанова Ельжана Анатольевича признать невиновным в совершении. Вот только радость эта длилась недолго. В результате Ельжану Бертанову вынесли приговор. Пять лет. Олжасу Абишеву дали четыре года ограничения свободы по статье злоупотребления должностными полномочиями. Экс-министра здравоохранения лишили ордена хурмет. Суд также постановил взыскать с Бертанова свыше одного миллиарда тенге ущерба. Платформа вполне работоспособный продукт и должна и будет использоваться. И этого никто не скрывает. Поэтому, конечно же, нам абсолютно непонятен иск Министерства здравоохранения, почему мы с Абишевым должны полтора миллиарда заплатить. Эти деньги поступили на счета хорватской компании. По словам Ельжана Бертанова, теперь вместе с адвокатом они планируют обжаловать решение суда. Экс-министр здравоохранения все еще верит в справедливость. Что будет дальше, это уже покажет время. Мир Альжанова, Даня Румар, Рина Тутеев, телеканал Алматы, Астана. Девятерых подозреваемых в двойном убийстве задержали в Ак-Тубе. Ранее в изолятор временного содержания доставили трех участников потасовки. Еще шестерых обнаружили в 400 километрах от города и доставили конвоем в областной центр. По данному факту проводится досудебное расследование по статье убийства. Напомню, ранее сообщалось, что тела двух человек нашли на берегу реки в Ак-Тубе. Их зверски избили в одном из кафе города. Момент запечатлен на камеру видеонаблюдения. Жительница Петропавловска лишилась 8,5 миллионов тенге, следуя указаниям телефонных мошенников. Лжесотрудники банка позвонили женщине и сообщили, что ее счет находится под угрозой. В результате пострадавшая оформила займы на 8,5 миллионов тенге в шести банках по указанию аферистов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили двух правонарушителей. Их осудили на 3,5 и 4 года лишения свободы. В некоторых случаях вынуждают оформить жертву займы в отделении банка на свое имя. В то же время поясняют, что проводится совместная операция по задержанию мошенников. И никому об этом нельзя говорить, так как в отделении банка могут быть их сообщники. Очень часто при таких схемах преступники уводят денежные средства от потерпевших на банковские карты, принадлежащие третьим лицам. Неизвестные вновь разрыли могилы близ Талдукоргана. Ранее мы рассказывали о разгромленных гробах на христианском кладбище. И вот буквально в нескольких километрах от него кто-то посигнул на мусульманское. Вандалы осквернили десятки могил, срезав чугун с оградок. Кто стоит за серией краши, куда сбывали металл, выяснял мой коллега Дамиранитов. Весь об осквернении могилы отца Марат Каукеев узнал от своего сына. Не поверив своим ушам, он приехал на кладбище и был шокирован увиденным. Неизвестные срезали чугунную оградку. Кащунство, конечно, да, вот это святые места, где лежат покойные наши родственники. Это не только вот там, допустим, у отец, но и рядом же вот люди лежат. Это, я думаю, что это настоящий вандализм, кощунство. Ну вот в народе говорят же, да, пусть их Бог покарает. Перед Богом, пусть сначала еще перед законом ответит. Марат уверен, вандалы использовали спецоборудование по типу болгарки или электропилы. Иначе, объяснить идеально спиленные оградки нельзя, говорит мужчина. Здесь поработали вандалы, причем очень наглые. Как видите, они спилили чугун как минимум с 10 могил. А это, скорее всего, то, что они унести не успели. Выяснилось, что пострадавшие уже обращались в полицию. Однако там заявляют, что пока найти посягнувших на святое не удалось. В настоящее время в городскую полицию официально пока поступили два заявления. Расследование по указанным фактам проводится согласно статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть по кражам. Сотрудникам оперативных подразделений дано поручение произвести проверку пунктов приемов металлолома. Постараемся в ближайшее время установить лиц, причастных к этим кражам. Куда сбывают украденный чугун, полиции еще предстоит выяснить. Сами местные жители предполагают, что металл продают на металлоприемниках в Алматы. Дамир Анитов, Ялкунджан Ашимджанов, телеканал Алматы, ЖТСУская область. И к другим новостям. Устранить административные барьеры среди стран СНГ призвал Касым Жамартукаев. Сегодня в Истании состоялась встреча глав правительств Содружества. Ранее премьер-министр Алихан Смаилов, открывая заседание, заявил, что сегодня страны Содружества, независимый государств, в непростых условиях углубляют свое партнерство. Между тем президент Казахстана отметил важность расширения экономического партнерства. Обратив внимание на нарастающие геополитические противоречия, турбулентность в мировой экономике, глава государства призвал принять ряд действенных мер. Он также подчеркнул перспективность транскаспийского международного транспортного маршрута, открывающего новые возможности для рынков Евразии. Вообще эта тема становится все более актуальной. Я полагаю, что государства и члены СНГ могли бы совместно работать над развитием нашего имеющегося потенциала, в частности, развитию торговли в направлении север-юг, с выходом на Иран, Персидский залив и Индию. В столице завершается одно из главных событий медиаиндустрии. Сегодня проходит третий день «Астана Медиа Уэйкон». Ознаменован серией мастер-классов и семинаров для пресс-секретарей. Также на площадке проходят питчинги для продакшн-компаний. Сегодня же состоится торжественная церемония вручения премии «Уркера» за лучшие достижения в области печатной, телерадио, интернет-журналистики. Всего на премию номинированы 52 человека, в то время как на конкурс были поданы 544 заявки. За три дня работы форма в нем приняли участие более 2000 человек. Все мероприятия транслировались в интернете. В период пандемии мы практиковали опыт работы в онлайн-пространстве. Вы можете посмотреть на нашем сайте, что «Астана Медиа Уэйкон» прекрасно работает и востребован и в онлайн-формате. Поэтому, конечно же, в этом году мы сделали участие и в онлайн-режиме, и в оффлайн-режиме, что тоже является уже абсолютно не новинкой, это является нашей нормой, но нормой, которую мы одинаково развиваем. Вы смотрите новости. Далее выпуски. Ни тепла, ни света, ни воды. Жители одной из новостроек Петропавловска жалуются на отсутствие коммунальных благ. В чем причина? О жилищном споре в материале нашего корреспондента. В Алматы участились кражи сотовых телефонов. С начала года украдено более двух тысяч аппаратов. Скупщики сетуют, что большую часть продают и им. В ситуации разбиралась Салтана Трогалиева. Вы смотрите новости. Мы продолжаем. Без тепла, света и воды остаются жители одной из новостроек Петропавловска. Люди уверяют, коммуникации им обещали подвезти еще летом. Однако в период холодов многие вынуждены скитаться по съемным квартирам, хотя уже сделали ремонт в своих новых апартаментах. В жилищном скандале разбиралась Нургуль Алина. Батарея холодная, но жить невозможно, я думаю, потому что стены просто очень холодные. Я думаю, что будет минус обои, все поотваливается. Вот это все сделано. Та же самая мебель может отсереть, испортиться. В квартире Валерия Лысенко нулевая температура. Чтобы купить эту двушку, он продал свою прежнюю. Мужчина даже успел сделать ремонт и рассчитывал заселиться уже летом. Но не тут-то было. В новых апартаментах никаких условий, стетует Валерий. Теперь он вынужден снимать квартиру. Дом должен был сдан быть у меня по договору в июне месяце. Но, как сами видите, ничего не сдано. Ну, за окном он экскаваторы проводит работы. До сих пор ни света, ни тепла, ничего. Идет шестой месяц. Как дом должен был быть сдан под ключ. Многие жильцы приобрели квартиры в ипотеку. Но теперь им приходится платить еще и за съемное жилье. Так как дом начал промерзать, люди боятся, что все работы пойдут на смарку. Из-за чего некоторым жильцам пришлось приостановить ремонт. У меня есть семья, и мы рассчитывали, что все сделаем здесь до Нового года. Но теперь даже не знаем, сможем ли заехать сюда. Из-за отсутствия тепла здесь будет сырость. А из-за этого мы с детьми можем заболеть. Как выяснилось, это коммерческий дом. Об этом на встрече с жителями рассказал сам Акима города. По его словам, строит его частный застройщик. И согласно договорным обязательствам, провести коммуникации должны через месяц. А благоустройством два раза имутся в следующем году. Насколько мне известно, сейчас система водообеспечения закончена на 80%. Казахстан должны практически на днях произвести подключение водоснабжения. По поводу теплоснабжения. Теплоснабжение планируется до конца ноября текущего года. На данный момент самим подрядчикам, частным застройщикам поставлена временная котельная. Помимо этого, Азамакима сказал, что для подключения жильцам необходимо создать ОСИ или ПТ, чтобы получить лицевые счета. К слову, процедура эта не быстрая, отметил Аскар Хабибуллин. Когда теперь жители смогут отметить новоселье, пока неизвестно. Продажа уже использованного телефона происходит сразу в несколько этапов. В первую очередь продавец передает телефон потенциальному скупщику. Тот проверяет телефон на наличие имей-кода, также сверяет его с самим телефоном. То есть они в обязательном порядке должны совпадать. Затем телефон проверяют на неисправности, после его форматируют. Продавец договаривается со скупщиком о цене. Затем в обязательном порядке необходимо заполнить расписку. То есть телефон не найден, не краден. А также я его продаю на законном основании. Ставится дата, роспись. Ну и, конечно, при себе необходимо иметь и наличие личного удостоверения. К сожалению, зачастую этого недостаточно, чтобы точно определить, не краден ли телефон. Сами скупщики признаются, что каждая новая сделка – это большие риски. Ведь если выяснится, что смартфон и правда украли, то он лишится как телефона, так и вложенных денег. Оперативники приходят и отбирают у нас телефоны, показывают, что есть заявление, и нам приходится отдавать смартфон. А что поделать? Так и остаемся без гаджета, без денег. Почему нам не идут навстречу? Почему мы платим, а вор не компенсирует нам? Сегодня каждый второй предприниматель сталкивается с проблемой скупки краденых телефонов. В этой связи прокуратура намерена создать реестр таких устройств. Хотим иницировать вопрос о создании платформы, может быть, на базе действующих платформ, ЕГОФ и так далее. Чтобы у предпринимателя была возможность в онлайн-режиме видеть какие-то сведения о телефонах, имуществах, техниках, приобретенных преступным путем, которые имеют криминальное прошлое. К примеру, предприниматель Владимир Росинский занимается скупкой и продажей мобильных телефонов и аксессуаров уже 7 лет. За годы работы в этой сфере он столкнулся с проблемой нечестных продавцов более чем 30 раз. Поэтому предприниматель считает, что данная инициатива может обезопасить многих скупщиков. Сталкиваюсь с скупкой краденных телефонов, после чего приходят сотрудники, изымают их на законодательном уровне, в плане того, что телефон фиксируется и регистрируется в то, что он краден. И, естественно, очень актуальный вопрос, который вот сейчас поднимается, о программе, которая будет проверять эти телефоны заблаговременно, чтобы не попадаться на такие вот проблемы, что телефон краден. К слову, с начала года по городу зарегистрировано более 14 тысяч краж. Более двух тысяч из них – это хищение мобильных телефонов. Салтанат Нургалеева, Сагангалим Унайт-Пасов, телеканал Алматы. Представители органов опеки предлагают ввести административные штрафы приемным родителям за отказ от ребенка и возврат его в детский дом. Все из-за того, что в Алматы все чаще стали отрекаться от приемных детей, говорят специалисты. Согласно статистике, только в этом году опекуны отказались от четверых несовершеннолетних. Причина кроется в отсутствии взаимопонимания, связанные с особенностями поведения ребенка. А иногда сами сироты изъявляют желание вернуться в приют. Эти вопросы эксперты обсудили на заседании общественного совета на тему права детей. У нас есть административные взыскания с родителей, которые не воспитывают своих детей, упускают какие-то моменты. Для этого предусмотрен штраф. И хотелось бы, чтобы именно на опекунов тоже накладывался штраф. Может быть, после этого опекуны более с ответственностью бы отнеслись к тому, что им на воспитание доверили этих детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения. А вот уполномоченная по правам ребенка Ружан Саин предлагает внедрить реформы, направленные на подготовку и расширение специализированных кадров и систематично проводить мониторинг родителей и опекунов. Помимо этого, эксперт выразила заинтересованность в развитии Института семейных детских домов, а также отметила, что сейчас наиболее остро стоит вопрос по усыновлению детей с ограниченными возможностями. Очень скоро мы станем перед очень важным вопросом, который нам нужно будет решить. Это как защитить права детей, остались которые без родителей, но эти детки с ограниченными возможностями. То есть вот здесь социальная опека, создание условий для наших детей, от которых отказались из-за того, что там есть какие-то проблемы со здоровьем, для нас будет очень важно. Кандидаты на президентский пост продолжают свою агитационную работу. Они уже посетили несколько областей региона. Седьмой день предвыборной гонки проходит очень активно. Максим Козлов расскажет, как именно. Республиканский штаб Касымжу Марта Токаева отправился на восток страны. Его председатель провел встречу с рабочими одного из крупнейших заводов региона, а также встретился с молодежью. Политика и действия президента в первую очередь направлены на защиту интересов государства и обеспечение независимости и безопасности страны. Мейрам Кожикен продолжил свою предвыборную кампанию на глубине минус 350 метров. Вместе с рабочими одной из шахт он спустился вниз, увидел работу горняков своими глазами. Каракат Абден решила завоевывать доверие избирателей, делая упор на культуру. В Павлодарском музыкальном колледже она встретилась с преподавателями и студентами учебного заведения. Насладившись национальной музыкой, кандидат в президенты выразила свою позицию касательно молодежи. Учителя воспитывают молодежь и целое поколение. Музыка и искусство – очень важная сторона воспитания молодого поколения. Уделять этому внимание очень важно. Жигули Дайрабаев продолжает по-хозяйски работать с аграриями страны. В Туркестане он продолжил встречи с сельхозпроизводителями, знакомя их со своей программой. Они не ждут манну небесную. На самом деле берут все в руки. И имеющие средства все используют для сельхозпроизводства. Сразу после встречи в Актобе Нурлана Уизбаев побывал в селе Акмол Акмолинской области. В местном доме культуры кандидат даже спустился со сцены и стоял прямо в зале. Как объяснил позже, чтобы быть поближе к людям, обсуждали самые простые житейские вопросы. Люди задавали вопросы. Самое, что сегодня их волнует, то, что сегодня их задевает, это почему растут цены. Почему правительство вроде с одной стороны много об этом говорит, но в реальной жизни ничего не меняется. Салтанат Турсенбекова с первых дней работы выбрала свою нишу и заручилась поддержкой многодетных женщин. Ее предвыборная кампания направлена на укрепление института семьи, а главное – на защиту прав женщин. Кандидат в президенты всегда напоминает избирателям, что большую часть своей карьеры она посвятила охране и защите прав граждан. Вопросы верховенства права, справедливого правосудия, обеспечения безопасности – это один из краеугольных камней в благополучии граждан, в обеспечении благополучия граждан. Участники многие – это матери, и одно из самых для нас значимых вопросов – это именно социальная сфера. Кандидаты в президенты и их штабы продолжат работать без выходных. За семь дней они уже посетили больше пяти регионов страны. Максим Козлов, телеканал «Алматы». Восстание прошел пятый Нобелевский фестиваль. В нем традиционно приняли участие выдающиеся личности учителя с мировым признанием, ученые, эксперты в разных областях. В течение двух дней участники проводили дискуссии и лекции. По словам организаторов, главная цель фестиваля – сделать мировое образование доступным для всех. К трансляции лекций на интересные темы можно было подключиться практически с любого населенного пункта. Как отмечают организаторы фестиваля, неделя Нобелевских лекций от лауреатов мировой премии продлится до 4 ноября. Фестиваль растет, растет очень сильно. За два года существования фестиваля он вырос на 5000%. С 10 тысяч до 500 тысяч участников расширился очень сильно географический охват аудитории. На этом все. Спасибо, что были с нами. Делитесь интересными новостями по номерам, указанным на экране. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин